Привет всем! Рада вам представить следующую часть моей видеокниги «Моя Словения». Значит, сейчас хочу начать. Есть у меня уже слушатели, кстати, которые смотрят мой канал, оставляют комментарии. Мне это очень нужно. Спасибо вам за это. Очень жду ваших комментариев и очень они мне нужны. Для того, чтобы вы понимали, что я... Вот в июле будет уже два года, как я в Словении. Для того, чтобы вы понимали, что я не просто так тут сижу, у меня уже есть экзамен со знанием славянского языка. Знаю, конечно, его плохо, там, 60% от 100%, но тем не менее. Сейчас попробую поприветствовать вас, поговорить чуть на славянском языке, если интересно. Буквально пару фраз. Живио, живио. Я сэм Наталья, прихайла сэм зу Украины. Стара сэм сэдым ин 30 лет. Имам майхнега пса Ричия. И я сэм живим тукай, кир тукай порачена. Имам мужа. Живим в майхнэм станованню. В общем, ну, чтобы вы понимали, это я разговариваю, общаюсь, рассказываю о том, сколько мне лет, откуда я приехала. В принципе, похоже, кажется, казалось бы. Но есть такие фразы, допустим, кухать. Вот как бы вы подумали, что такое кухать? Это, в общем-то, готовить. Но кухать, именно кухать, это сварить. То есть у нас сварить у них скухало. Вода закипела у них, заврела. То есть жарить печи ты. То есть у нас в печке, да, ну, печица у них, вишь, я уже говорю на славянском языке. Печица у нас, духовка, ну, духовка печица. В печице печишь ты. Вот, ну, это такое немножко отступление. Значит, после грустной части. Приехала я с Каховки. Вся, короче, разодранная, разорванная в депрессняке, который меня преследовал. Он меня, если честно, просто задрал. И я не знала, как с этим бороться. План у меня был следующий. Все тот же. Выучить язык и найти работу классную. Вот. Ну, я думаю, ладно. Еще один шанс даю себе. Раз тебя тянет сюда, иди, вот ты. Иди. Ну, почему? Потому что заработки высокие могут быть, если ты хорошо подкован в какой-то сфере. Я же все рассчитывала, что я буду менеджером по продажам. По оптовым продажам. Не таким, знаете, как в офисе сидишь, там три каких-то ерунды непонятных продал. Вот. И приехала ж опять туда же. Тут и Новый год. То есть я приехала уже после Рождества. Да, у них 25-е и 24-е Рождество. Я приехала 27-го. Встретил меня Драга на машине. 50 евро, которые он должен был заплатить за дорогу. А, он мне снял их 50 евро. Сразу же я отдала водителю. Все нормально по деньгам. Далее. Короче, приехали домой, туда-сюда. Попадали спать. Какая была встреча. Соскучился он. Было видно. Был злой, но до такой степени соскучился, что он просто меня обнял, прижал к себе и уснул. Потому что завтра на работу. Так как работа физически тяжелая, то не до сантиментов. Поэтому так, смазанная встреча получилась. Ну что, на следующий день и снова здравствуйте. Он там пару дней поработал. Я посидела сама с мамой. Опять-таки, как я и всегда сидела. Развлекалась себя какими-то фильмами-мильмами. Там жрать что-то готовила. Ну, ни о чем, короче говоря. Нечего там рассказывать. По Новому году. Идет Новый год. У нас как? За месяц покупаем. Там горошек не трогать. Это на Новый год. Это тоже вообще все в принципе. Новый год. Тут как обстоит дело? Мы тоже вроде бы будем праздновать. Надо что-то купить. Но когда доходит дело до того, что купить. Вот у нас когда... Я вообще не знаю. Мне тоже надо, кстати, ваши комментарии. Вы как Новый год празднуете? Все самое лучшее. Вот я на Новый год и на день рождения покупаю такое, что раз в году я попробовала то, что мне очень хочется. Ну, допустим, и не могу себе позволить, да? Все. Я попробовала, потому что у меня день рождения, праздник, и могу себе позволить. Типа такого у меня такая установка. Я покупаю. То же самое на Новый год. По-любому должна быть красная икра. Если не красная икра, там... Тогда красная рыбка. Вот такие сделать маленькие бутербродики. Ну и, короче, это самое. Суть до дела. Пришли в магазин. Он покупает какой-то кусок мяса, там картошка. Самые какие-то такие обычные вещи. Я говорю, ну так надо же рыбу, надо же то. А паршют ты будешь или нет? Ну, тут они едят. Ну, такое копченое мясо, паршют. Это он как наш балык. Нет. А сколько он стоит? То нет. Все, нет. Вообще все, все, нет. А, я говорю, так, слушай, зачем мы вообще сюда приходили, что-то покупали? Пошли вообще в принципе домой. Потому что, ну, как бы подход не тот. Ну, ладно. Купили там рыбы мне купили, там с вонью, со скандалом, с каким-то непонятным. Потом оливье я сделала. А не оливье, короче, его с майонезом не мешало, потому что они не едят майонез и кричат, фу. А не, это он и мама. Потом я еще стейки сделала. Ой, не помню, там даже стол у меня есть на фотке. Не помню, каких-то пару блюд я, конечно, делала. Но опять-таки, как это выглядело? Будем на Новый год что-то делать? Ну да, будем отмечать. Я накрыла стол, все сидели, там мама лежала, смотрела телек. Этот красавец тоже сидел, стрел в компьютере что-то там лазил. Все. То есть это была, скажем так, подготовка такая. Все, Новый год. И говорю, все, Драга, иди ешь. Уже будем садиться за стол. А уже, да? Ну да. А, ну хорошо, пошли. Все, похавали. Я так посмотрела, думаю, ой, слушай, какой прекрасный Новый год. Я прям рада. Конечно же, он сто раз сказал о том, что купит петарды, вот эти всякие салюты и так далее. Никто ничего не купил. Да и в принципе бы никто ничего не купил, потому что они там стоят от 6, от 10 евро. А ты что, это же очень дорого. Не-не-не. Не-не-не. Мы купим, а может купить, а может купить. Но для него это так заоблачно дорого. Или он до такой степени жадный, я даже не знаю чего больше. Что, ну, априори он никогда этого не купит. Ну, короче, Новый год. Пришел, ушел, все, пока. Туда же там пришло-ушло что-то. Короче говоря, опять я сижу, опять у меня депрессуха. Я просто сокращаю книжку. Почему? Потому что не было таких каких-то моментов, чтобы происходило какие-то изменения. То есть перестенка как не была, так и нет обещанного. Депрессуха как была, так и есть. Я что-то пытаюсь, понимаю, что я вроде бы хорошо знаю славянский язык, пытаюсь звонить, найти какую-то работу. Понятно, что я не нахожу, говорят, вы плохо разговариваете. Ну и все. Ну и на этом как бы все. Сижу дальше дома. Денег нет. И все прекрасно. Далее. Где-то, наверное... А! Ну так как я начинаю грустить и все время... Ну, все это время я думаю, а Саше, почему? Потому что мне его жалко. Потому что я сволочь. Потому что мне было хорошо с ним. И зачем я сюда поехала. И, ну, короче говоря, все это у меня варится в голове. Этот котел. Мне даже папа сказал в каховке. У тебя пока этот котел не сварится, ты ничего не сможешь сделать. Вот. И я заказываю духи. А он любит духи вот эти. Ой, забыла как название. Такое с синей такой крышкой. Живанши только не с бордовой крышкой, а с синий. Такой свежий запах. Я думала, что я ему оригинал купила. Ну, по крайней мере, я заплатила так, как за оригинал. И ему сделали доставку на 23 февраля. Я ему подарила духи эти. Ну, понятно, что я не сказала от кого что. Сказала, что это анонимный подарок. Ну, он понял, кто. Потому что он мне написал, зачем ты это делаешь. И, ну, в общем, было понятно, что это я сделала, да. Ну, и, короче говоря, следующая фаза моя. Я собираюсь домой. Начала я собираться с марта месяца. Вот. При этом, ну, это потому что мне все достало. Я же приехала, думала, сейчас будут курсы. Не тут-то было. Никто, ничего, никто, ничего, никто, ничего. Короче, наорал Драгон, раз пришел с работы на меня. Говорит, что ты вот не учишь, ну, там, язык не учишь, ничего не знаешь, работу не ищешь. Все, короче. Что за фигня. И я говорю, ну, позвони, где те курсы? Я до сих пор их жду. Она говорит, хорошо, я позвоню. Когда, если не буду занят, и так далее, и так далее. Короче, я сама позвонила. На каком-то ломаном языке спросила, есть ли курсы. И меня буквально в числе последних, ну, это как мне сказали, записали на курсы славянского языка, которые начинались с марта. Да, да, с марта месяца начинались курсы славянского языка. Ну, и все. И следующую часть книжки я расскажу тоже в таком ускоренном режиме по поводу курсов, по поводу того, что было дальше. Ну, короче, смотрите, узнаете. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.